всем доброго 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 вечера с вами как всегда наш самый любимый замечательный сынурка красотулька и рядом сидит мамулька красотулька супер красотулька умурка так я слез с крыши надо перекусить хорошо так мама отварила кашку с курицей за вечер я положил два листа я и хорошо прокрутил ну только один уголок на одном листе не могу дотянуться потом снизу я сразу мам делаю ту сторону к забору не вот мне надо покрыть вместе с этой а потом я уже здесь буду гладкую делать сперва ту сторону надо сделать как молча берешь доделаешь что там делать кипаешься и все тут к стороне помойки а потом уже здесь потом этим лесенку поставить чуть снизу не могу дотянуться показывает сырек сыр его создать кема по телевизору кстати на головочку только не плетеню плетеню нет а что-то говорит я это ерунда с плетеню я не разу не ел Сладкие ананасии. Ух ты, какие цвета. Вот что значит, красиво отделано, и вот так вот покушать нельзя говорят. Глазами сначала видишь, а потом... Человек всегда кушает глазами. Вот смотри, творожки. Знаешь, бывает красиво смотрится, а на вкус ерунда. Сначала ты же это видишь, сначала смотришь, у тебя уже начинает клюна вырабатываться, а потом уже конечно пробуешь. Я ничего не говорю, бывает, что обложка мёрткая, вернее красивая, а внутри там... А внутри ерунда. Вкусняшки. Балет показывает. По телевизору показывает балет. Будущее поколение. Вкусняшки. 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 Когда меня ты перекручишь, я не знаю. Вкусняшки. 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 А чё ему можно? Скажи, но потом... Ну иди, вези ему соку, потом, чтобы врач опять... Да не повезу, врач нам нагоняю даст. Врач нагоняю нам даст. Никакого соку. Да и вы, соки, соки. Так вот я не знаю, дома-то вообще будет... До дома будет орать, ножками стучать. Ой, не знаю вообще, чё будет. Не знаю. Если чё, пусть ешь, курит опять. Не, ну курить он никак не будет, потому что я это убрала, часть это всё... Мы все эти дымить поспратили, я всё остальное ещё уберу. Но если он не сможет ходить, он, конечно, не это... Так, веселье скоро начнётся у нас. На этой неделе. Всё, хватит, откурил. Хочет жизнь, надо бросать пыль. Вот сегодня ему капельницу ставили, под капельницей он сегодня лежал. Ну, вчера лежал под капельницей, в воскресенье. А почему он не нашёл Рикартура? Потому что он спал. Он потом нашёл, мазюкалкал. Ну, ему же... Он сам-то, он сам себе ничего не делает. Да всё он может. А как он сам может себе? Мам, да помаленьку может он всё. И вот сейчас он такой... Ну, если он не это, на кровати он никак не достанет. Это ему надо срезать и куда-то садиться или на низкую табуреточку, чтобы он... Там же кровати-то высокие. Это надо, чтобы Муса не так или медсестра замотала это всё, намазала там это всё и замотала. Здесь, ты видишь, он здесь-то дома на низком кресле не мог себе ничего сделать, Игорь. А там тем более... Не знаю. Ещё от желания зависит. Напишет там что? Ну, нет. Что напишет, тем и будем лечить. А? Что напишет, тем и будем лечить. Да, то и будем делать. Как всегда. Что они там набивают? Да. Шоколад что ли какой-то? Не знаю. Как конфетки. Вся конфетка. Нельзя отладкоять здесь всё. Нужно забыть про печенёшки, про всё. Немаленько ряшинки, там еще блин, вот этот жидкий. Мороженое, что ли они? Не знаю. Да ерундой занимаются. Так что ругать нас будет. Придет и ругать нас будет. Уже сам звонит. Там еще и коробки открыли. И жалуется, что соку не везет, сын. Гад какой. Невестке позвонил нашей. Не курить, не выпить, ничего не везет. Она на работе, она до десяти вечера работает, да. Соку и после работы привезите. Она мне звонит, не звонит. Я говорю, ну конечно мы знаем это все. Витя, слушай. Витя, слушай. Главное дело в том, что после десяти вечера, я говорю, ну как он это себе представляет, что ты с работы в одиннадцатом часу ночи поедешь ему сок увозить в больницу. Да, там уже охрана спит. Ой господи, да он уже там спит, он не понимает или день, или утро, или ночь. Сок. Вот такие пироги. Сок. Ну потом скажут, что не даем. Злые. Злые такие. Вот тебе. Они хорошие. Ничего не даем, курить не даем. Ничего не даем. Не знаю, когда он выпишет его. Будем ждать. Я ему сегодня сказал, батя, все, хорошего. Торбик, среду, четверг, все, вот эти три дня. Курить все. Когда? Ох. И так с легкими проблемами кислородом не насыщаются. А? И так говорю, с легкими проблемами кислородом мозг не насыщается. Из-за этого и зависает, спит. Да нет, у него еще плюс это заболевание мозга. Короче, все к одному, все вот так вот. Еще вот это, и это, и короче все. Все у нас получается. Угу. Чем же они там его кормят? У него лушка прыгает, я не знаю там. Там есть, нет. У него трема уже не было. А? У него трема уже не было. Не было? Угу. Не, ну может и бывает он. Бывает. Бывает. И так же дома вроде бы нет, нет, потом начинает. Может быть. Круто ему держать нельзя, потому что он это выпрыгивает. Чем тормитело бы? Угу. 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 Ну давайте пошивём и увидим. Чуть кипящим. Да, сейчас пошивём и увидим. Чуть ел кашу? Да. Там куточки, туда он собачек в чашу. Курица, горячка. Чуть кушает. Боже же там. Угу. Видите? Начались наши покатки. Угу. Местные. Наша хоккейная команда Саяны всем проигрывает. Наша хоккейная команда самая сильная. Почему? Откуда ты знаешь? Показывают, туда едут, со счетом большим проигрывают. Уже три или четыре игры ездили. Доброе утро, мама ранним утром съела в магазин. Игорь, пока спал, мама уже приняла магазин. Спеши, не спеши. Молочко. Такое 3,2. Хлебушек вот такой. Мама говорит, куриное филе по чем? 550 рублей. Так, свежая капуста. Получается сколько? 20 рублей за килограмм. Здесь на 2 килограмма. Мама говорит, пиши, пиши, пиши. Масло это. О, тут мукая подсветка. Понятно. Это я поставила на этот. Помидорки по 300 рублей за килограмм. Ну а что я делаю? Так, лимончик по чем? 70 рублей за килограмм. Это по-моему 139 палочка. И морковка. И морковка. Так, давай, нет, нет. Пакет вытащи, не сумку эту, а пакет. Не ставь сюда, не мокрая. Пакет вытащи. Пакет вытащи. Ой, тут так. Там нету, не вывалю. Не вывалю. Чтобы сумку так не наводить. Пакет, а ладно? Так, поехали. Белатыр у голландского. Ну вот они едут такие, а пуски здоровые вообще. Обстоянно у них там пуски. Твердые? Твердые, да. Стоегугольнички? Вообще у них, я говорю, поменьше. Режки. Сварчик сделал. Паш. Почем голландские сольные? Ой, что-то не сильно дорогой, но в чем-то что-то. Я уж так взяла. Чикамбилли тоже, курицы тоже по 300 тысяч. А чикамбилли это что задняя часть-то? опа это что за стейк горбуша корбуша синие вроде нормально не разваливаюсь все вот такие как у меня здесь вкусно и вкусная вкусняшка и каши чапи много чего еще смотри какая тут вкуснятина я тебя навел кашляю пойдемте птичком досыпем докормим докормим ешь давай все вкусное чтобы все сел у меня всю чашку счет как на вернет так кашатин накормил бусин молочка набил не ест он не пьет 5 водничать пойдем кофе пью идущих на крышу ту сторону делать нашим скворечники чё птички завтра не знаю чего он давать сегодня никуда не хочу идти за крупой у нас еще скворечник стоит шевелиться да да сейчас я оставшиеся семечки а наводил семечками за птички вам хоть мешок высыпи к лев клев все и мишки к льпо как раз много здесь все посыпало пол бига а только куш а там полное сделало рыбайте наводить так же идти работка работать сметать все доча есть доча рубает вкусно едается все вкусненько вкусненько тик листья 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 ладно иду домой отправлю объектив так но я пока на крыше сметаю здесь снег потому что надо здесь это все сметать к кладу ой листики накручиваю так получается у нас получается занимаясь в общем как раз сижу здесь вот эту сторону сперва мне надо покрыть полностью трубу потом я начну с того угла короче покрываю сперва вот эту сторону настилаю постепенно делаю все закрепляю нормально а потом с того угла начну сюда листы вести на меня ну вот он угол на меня нести для чего это делаю замки будут замки где соединяются лис идеально смотреться вот с этого обзора если вот отсюда буду смотреть будет смотреться а пока делаю занимаюсь ну в общем скрою крышу все как идет сижу с веником еще один лист приколотил положил я еще один лист покрутил здесь у нас печка еще надо будет делать доходить все идет 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 нормально нормально сижу как раз что тут у нас по красоте нормально знаете мышка бегает мы санька мы санька так в общем за сегодня положил четвертый лист прокручивать его начал сразу идти по всей этой там 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 здесь сейчас дотягиваться там вот по одному болту не могу прикрутить я с лестницы достаю так вот у нас все выглядит все нормально все отлично вопрос у меня здесь теперь я откладывал доски вот они у меня лежат они уже закреплены надо будет ставить вот сюда их продавать продлять я буду спускаться мне надо будет следующий лист я взял рулетку вымирать тоже длинный лист буду вымирать сейчас вот это все докручу здесь удобно спуститься так спускаясь пар на самый край он туда и дотягиваясь положимом возможности в принципе неплохо она как гладь идет крайней мере не хуже чем дорогих у строителей хотя мы с вами не строители мы так балуемся загоняю такие саморезы их очень тяжело загонять по идее то что они длинноватые они выходят на вылет из доски маленько на сантиметр в наличии не было потому что не было в наличии но это даже лучше когда выходит из вот этой обрешетки это даже крепче будет ну чуть-чуть потяжелее нормально нормально ладно тогда здесь я буду возюкаться надо сейчас опять запрыгивать сюда пробивать самая основная это здесь у нас будет надо аккуратно вырезать но с запасом вырезать то есть загнуть чтобы не просто лист отрезанный у нас лег он еще подогнутый был положусь в общем положусь мама там нажала рыбку пойдем кушать рыбушку так вчера два листа положила сейчас 4 листа того у нас получается 6 листов так положится она быстро что-то клади да клади если бы трубы не было я бы сегодня эту сторону начал но здесь придется думать головой до кладушки я пока уже и дома мама приготовила ментай который сегодня купила так буду выкладывать в чашечку потушить маленько сыр всем приятного аппетита кто кушает кто будет кушать просто пойдем оперативно мама приготовила вот так вот в сторону сейчас я там еще маленько поделаю и все и хватит завтра буду лист отмечать распиливать размеры трубы посмотрел надо делать с максимально малыми щелями насколько это возможно я имею ввиду соприкасание с дымоходом самое минимальное кирпич чтобы прям плотную так тут еще надо угадать чтобы танцев с бубнами не было такое выражение вкусненько помаленьку кушать было бы идеально рыба если бы не было костей на завтра не загадывая может надо будет к отцу ехать будет в общем завтра будет видно и какая погода будет какая будет погода и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Еще утрежем Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Был на крыше Домой просился Малькен Медд? Отец, я говорю, выписку получаю, без выпуски никто не это. Вечером позвоним, там все равно кто-то же должен, больных-то там много. А три делать выписки, там же у них есть эти. Да, там есть. А виты-то запеки тоже нет, кого отчего лечили. То есть выписывай без выписки, я не это, это сам, и потом туда вообще не примет. Вот не примут и все. Вот ему тяжело сказать. Вообще вот что-то это и все. Врач другой будет теперь, да. Потому что там нещен, тебе другой врач будет, больный. Это жизнь. Много, поэтому... Пока найдут врача, пока обход будет. Но вечером-то обхода не будет, наверное, завтра будет обход. Там я больше чем уверена, половину там выпишут. Отвечером позвоню. Говорит, ищи мне машину, поеду домой. А? Ну так, не так говорю, что вот раз, два. Если бы ты своими ножками ходил, еще и обижается. Ну вот так просто. Конечно, это ж надо, чтобы врач посмотрел, выпитал. Выписать надо. Выписку сделал. Самое главное же, нам надо узнать, что там выпишет. Что там ему, какие таблетки давать, какие лекарства. Наши действия. Я про тоже. Это не проблема. Ну проблема тоже привезти его, конечно, тоже оттуда. Ну... Да не обиделся он? Он что, маленький что ли, не понимает этого? Маленький. И сегодня сразу завтракай, обеда и ужина. Ну кто ж тебе не дает, Игорь? Не хотел. Каша гречневая с курочкой там мяско подогрел. Будет бы тело. Это жизнь. Кого? Я говорю, это жизнь. Он вредный такой, вредничает. Кто? Да папаша. А, Василий что у нас? Обязанным, мы все должны. Вредный, вредный. Ну очень вредный. Ох, тяжелый он у нас. Вот там с врачами-то огрызается. Конечно. Оставься. С врачами ругается. Игорь говорит, ну все, приедет, будет ногами топать. Я говорю, пусть только потопает мне. Курить не везет, ему выпить не везет. Ага, соки не везет. Соки не везет. Курить не везет. Курить не везет. Довтра домой приедет, скорее всего. Да, потому что ему будет топать. Да пусть топает, первый раз что ли. Хорош, накурился уже. Еще я виноват. Не, ой. Ладно. Все, заморил червячка? Да, поел. Все. Убирай рыбу туда еще. Нам с тобой вообще тоже. Еще меня. Те нафт и хватит этого. Пей. Вызывай машину мне еще и приеду. Встаешь? Встаю. Ходишь? Не хожу. Кто тебя будет спускать? Ну, трусточка у него там. Да не ходит он ничего. Боже мой. Куда он пойдет-то? Трусточка. Куда он почапает? Ну, то и плохие. Сок не везете. Курить не везете. Ты, сынка, вообще гад. Курить не везешь. Выпить не везешь. По палате. Друзям по несчастью бутылочку привезти. Да, бутылочки нет. Ну, что, батя, обнаглел что ли? Я говорю, вообще, что-то он совсем уже у него крышак не едет конкретно. С одной стороны, думаю, я что, обязанному что ли или что? Скажу, он просто такой человек. Я многое не снимаю, он очень тяжелый. Там с врачами ругается. Сколько говорю, не ругайся, ты сними никого. Не надо свои права качать. Не надо. Не надо права качать. Они знают, что и как. Вот сейчас его маленько поддержали. Не знаю, что потом вообще будет. Пусть сидит без сигарет. Будет тут у меня сидеть. Ему уж хотеться не должно, по идее, уже. Так сильно. Да, уже, да, у него, тем более, кушать уже, у него организм сильно не принимает. И табак уже, вот, организм этот вообще не принимает уже, вот. Не знаю, воды в кружку буду наливать, ему пол кружки. Надо смотреть по меркам. Ну, вот это, вот, его большие кружки, они 400 грамм. Аккуратно, стакан, пол кружки. Водички. Знаешь, что, если будет выступать, да пусть он ест, да пусть он курит, да пусть он это. Я потом с ним не собираюсь по ночам. Да он не выйдет, вот как где он? Он дома у нас, здесь в доме никто не будет. Он туда не выйдет, он не сможет туда. Ну, может, он выйдет, кто его знает. Ну, и что, потом мы его обратно затаскивать будем, что ли? Ой, я вообще, я говорю, Игорь, заранее надо, вот, мне валиянку уже начинать пить, потому что у меня ни здоровья, ни зла не хватит. Наоборот, хорошо, пока под капельницами ставят. Я ему, и говорю, сгоняю всю воду. Да ему уже согнали все, что можно. Знаешь, там в животе он не столько полный, сколько этот. Да там уже все согнали у него. Там по 20-30 литров там находится. Потому что дают ему мало совсем пить, а это все, представь, и вену ставят, и капельницы ставят, и все ему уже. Там все, что мы, я говорю, все, что можно уже согнать. Ну, я не знаю, как у него почки там, наверное, тоже уже нифига не работают почки. Ладно, поживем, увидим завтра, что. А может, еще завтра не выпишут? Может, подпредавтра выпишут? Может, сегодня приедет, ну, кого-то найдет. Да, конечно. Друзья-товарищи. Ну, конечно. Кидру Игорь, кто его поведен? Да мне кажется, он нафиг не нужен, потому что. Кидру Дя-товарищи, только на языке ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кому он нужен, кроме нас? Кроме нас и Бузьки. А, Бузька, Бузька тут бедная, уже соскучилась. Кроме нас, самих себя мы никому не имеем. Знаешь, друзья такие хорошие, но друзья по несчастью, в кавычках, таких много. А которые настоящие друзья, таких нет. Нет, они есть много. Или когда было хорошо, когда мы всех одаривали, всех это, это были друзья. А сейчас мы не можем ничего делать. Все, и друзей нет. Ни друзей, ни товарищей. Так, у нас получается это, как там, философия. Оу, философствуем, сидим. Философствуем. Надо сейчас тыну включать. Сейчас холодно будет, что экономить, потом пристывать. Пойдешь, отключишь, я пойду сейчас посуду, перемоюсь. Потом просто бывает, ладно, с вами были мы. Идти сходить надо, докрутить эту. Может не пойдешь уже? Под полоски надо докрутить, я сейчас на лобный фонарик одену, подымлю. И там вот эти деревянные надо. А тебе сколько там, на листов 7 ходит, наверное, да? На одну сторону. 8 листов в сторонах. А мне кажется меньше. Где тебе кажется меньше? Мне кажется 7. Там у меня 51 квадрат с чем-то, крыша. Там у меня она же не маленькая. Мне кажется так со стороны вроде бы небольшая, небольшая такая. Да, со стороны вроде небольшая, внутрь зайдешь большенько. Ладно. Все. Всем, как говорится. Позаряжался телефон. Выключить зарядку. Да. А я сейчас ему позвоню. Зарядку выключи. Ну-ка звони, звони. Вот прям сейчас громкую связь поставим. Если он ругаться не будет. Еще написал мне вообще. Что написал? Да ничего написал, Васильич. Ну-ка, дай я громкую включу. Да если он это. Если он не храпит. Если он не спит, да. Тихо. Все, сейчас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты вниз ставь. Ставишь номера, показываешь. А нет, наверное. Или может спит, или. Он, наверное, не заряжал телефон. Все, он заряжал. Потом вечер, значит, тогда. Будем звонить. Нет ответа. Все. Ладно. Попозже будем звонить. Ну все, давай. На, зарядное я буду убирать. Что он нагревается у тебя? Да пусть он нагревается. С вами были мы всем пока-пока. Вот такая вкусная-вкусная вкусняшка и философия была. Обычно позже звоним. Или вот звонит. Он сегодня... Игорю вообще рано утром звонил. Так он-то проснется, чего он уже... Он, мне кажется, уже не это... Не знает где... Это, ну, поспал-поспал. Проснул-то проснулся. Ну, ну... А что обсуждать? Обсуждать. Я тоже человек. У него тоже свои хотелки, 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 хотелки. Я виноват. Игорь, успокойся. Я успокоен. А если бы я за тысячу километров, например, действительно... Ну, вот хорошо. Хочу, 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 хочу. Ну, а ты же тут... Ты тут же рядом не за тысячу километров. Правда? А кто кроме тебя сделает? Нет. Больше некому? Хочу, хочу. Хочу, а как ты хочешь? Хочу снять жильщину легкого поведения. Родители не выбирают, Игорь. Хочу водочки, хочу покурить и закусить еще. Хочу, хочу. Я же тоже хочу, да? Все, пускай забывает. Твои хотелки в карман заказать. Пускай забывает. Курение, соки. Все. Хочет жизнь, пусть забывает. Пусть трубочку нюхает. Пусть все. Крышечку нюхает. Полезную еду. Все помаленьку. Никаких сигарет. Никаких соков. Витамины есть. Я витамины еще брал. Ну, буду готовить такое, что вот. Или не жарить, а в такой вот это. Духовочке. Витамины. Все как надо. Если хочет, дольше прожить. Ну, и нам действительно надо, если его кормить. Мы же не будем, допустим. Будем. Сделаем огонь. Я буду отдельно. А он будет сидеть, смотреть на нас. Да и мне тоже надо. Но бутики я сделаю горюхи. Я-то не буду бутики есть. В общем, вот такая дилемма у нас. Дилемма. Плохая жена, плохой сын. Хороший Васильевич. Кстати, отца хорошо там вращают. Мы очень плохие с тобой. Проблемка. Плохие. Ну, ладно. Плохие, плохие. Кому-то ж надо быть плохим. Не все же идеальные. Хорошо, что все идеальные. Плохие тоже плохим. Мы как-то не переживаем. Как мы можем, так и делаем. Как умеем, так и делаем. Да. И ходим. Ладно, на такой ноте. Так что, прежде чем осуждать, за собой надо посмотреть. Конечно. На такой ноте заканчиваем. Это все надо на крючок сейчас полезть. На лобный фонарик одену. Докручу вот эти деревяшки. Ну, и все, и хватит закругляйся. На селе хватит, что-то наделись. Легаешь, бегаешь, бегаешь, бегаешь. Чтобы ветром не сдуло их. Кого? Чтобы меня послушать надо. Чтобы, говорю, ветром не сдуло их. Если мне хоть ветра нет. Пастухно. Это хорошо. Ну, правда, так-то. Ветра нет. Ладно, Галина Павловна. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Это просто жизнь. Не всегда улыбаться, смеяться и хохотать. Это жизнь.